Руководитель отдела персонала 8 канала Анна Булах мамой станет в октябре. Дочка в семье первая и долгожданная, поэтому к родам Анна готовится ответственно. Читает литературу, ходит на занятия для будущих мамочек. На вопрос, как будет кормить ребенка, отвечает однозначно – только грудью. Во-первых, это иммунитет ребенка, который передается от матери со всеми различными химическими, биологическими моментами, которые могут быть полезны. И плюс микроэлементы, и витамины, и прочее, прочее, прочее. Поэтому здоровье ребенка для матери главное, поэтому для меня это первоочередно. Всемирная неделя грудного вскармливания – добрая традиция, которую завели в середине 90-х годов. Тогда, вспоминает главный врач третьего роддома Светлана Сагайдачная, пришла мода на спортивное женское тело, и возник миф, что кормление грудью может испортить фигуру. Одно из самых важнейших предназначений грудного вскармливания – это непосредственный контакт матери и ребенка. Известно, что новорожденные дети, они видят, можно так сказать, что они рождаются несколько близорукими, новорожденные дети, и они видят только то, что расположено на расстоянии где-то 20-40 сантиметров. Поэтому ребенок, которого мама кормит грудью, ребенок видит мамино лицо, он привыкает к этому, он чувствует мамин запах, у него очень развитое обоняние. Кроме очевидных факторов – пользы для здоровья и обыкновенного удобства – грудное вскармливание хорошо отразится на семейном бюджете. До 120 тысяч рублей, подсчитали специалисты, могут сэкономить молодые родители на смесях и бутылочках. Это экономически выгодно для семьи. Второй вариант – это анатомически правильно для ребенка. По той простой причине, что ребенок получает много необходимых питательных веществ и сбалансированное полное питание, которое необходимо для ребенка первого года жизни. Сегодня будущих мам готовят к кормлению грудью с момента постановки на учет в женской консультации. На специальных курсах рассказывают, как прикладывать младенца к груди и правильно питаться, чтобы малышу хватало молока. Не забываем о том, что грудное молоко синтезируется в голове. То есть орган исполнитель у нас грудь, а основные запуски, которые идут на лактацию – это голова женщины самой. То есть в первую очередь женщина должна быть настроена на лактацию. Чтобы запустить лактацию сразу после родов, женщина должна пить не меньше двух литров воды в день. Если молоко не пришло сразу, не нервничать. Главное – по требованию прикладывать ребенка к груди и не докармливать смесями. Как правило, молоко приходит в течение трех-пяти дней после родов. Светлана Садовая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.